всем привет друзья погода просто супер оффроудная валит дождь целый день это приятно это радует и мы едем к самому жесткому уазисту современности показать вам его новый уаз номер 4 как то так получилось что витя ищет покупает внедорожники там смотрит много разных и ниву и витару там он находил и не одну и что-то еще в общем по итогу результат один и тот же был куплен четвертый по счету а за его всего небольшую карьеру протяженностью один год оффроудную это его четвертый уаз крас какой красавчик значком mercedes но не с нашей тематике он не полноприводных но жесткий очень такой ох елки кузов развалили шо не на него грузили в общем 4 у вас витя звонит при покупке расстроен говорит какой-то он убитый уставшие говорю а ну-ка брось мне я там выкладывал сюжеты кусочки говорю ну брось видео что там чего как там ритма торс капиталки 5 там что-то вообще немного проехал то ли 500 то ли 5000 что ли еще меньше военные мосты кузов поварен в общем внешне он выглядит конечно не как новый но скажем это неудачно мы поехали а проедем наверно короче блин как тут тесно короче витя я его успокоил он говорит и меня успокоил у вас значит хороший тут такие глухие места я этой дорогой к нему еду редко но тут лужи не такие глубокие там бы сейчас утонул наверно по по левому маршруту это правый ну и принципе и мотор а и мотор заводится на ходу едет плохо карбюратор там работает такое ну как обычно у вас куплены таком полурабочем состоянии ну сделаны поварен и вас ты военные говорю не морочь голову и у него есть там серьезные планы по его модернизации он хотел это сделать я не помню с предыдущим уазом но не успел блин туда и еду не туда какие-то ларьки тут появились краны да тут мы ехали с ним тепловозы вон тут все есть короче тут меняется что-то меняется короче кто-то что-то достраивает подвозит перестраивает лайки какие-то так ну что сейчас глянем на него машина хорошая наверное вот его уже видно показался он а вот смотрите на бтр-овских витя все починил сейчас покажу кстати после нашей жесткого нашего оффроуда субботнего так мы рубились там свежее видео выйдет вечером как обычно заходите смотрите что там витя уборка идет пылесосишь еханы бабай да покатались говорю мы знатно макс уехал уже на ремонт слышишь тихо дети смотрят так понятно что нет это да хозяин посмотрел на шофф роут сказал вези быстрее верни быстро спасибо да такие незабываемые оффроуд был так я обещал вообще показать твою новую машину смотрите друзья полтавские номера новые шины новые шины что тут еще у нас такое интересное ну стоял долго до поварили стоял как с такими машинами обычно бывает сток сток мосты обещал как и обещал военные видите кстати нормально покрашены может неплохом состоянии но я вам скажу даже такой у вас с военными мостами это уже другой у вас при хорошего хорошо работающим двигателя блин у нас снег пролетает сегодня 7 наверное апреля вы посмотрите он даже эта дверь не открывалась я помню ведь я заходил через ту когда покупал я 7 апреля пролетает снег плюс 3 всего три с половиной где-то там давайте вот отсюда вам покажу хотя дверь открывается просто стоит славу то близко она двери маленькие так печка какая-то лежит елки в лужах ну шо ну машина но у вас но был кстати тент новый тент новый елки этот бонус нормальный лобовое цельная как современных что еще вам показать ведь а ведь а заводится нет ключи в полтаве забыл так звони пусть отправляют курьером ладно тент новый я смотрю до порвали это ты уже порвал не он говорит ну не знаю правда или нет но такое дело то мелочи чё нормальная машина немножко поработать я думаю что ведь еще заряженную сделать по серьезному я думаю что это произойдет мотор давайте мотор посмотрим мотор похоже действительно чинили посмотрите достаточно чистый так нормально мотор выглядит я тебе скажу после капиталки катушка новая трамблер вон тоже красивый такой а бензонасос новый они ну-то не ну нормальная машина реально вообще нормально если еще сказать за сколько купили то вообще не нормально супер нормально он капот обработан посмотрите как это естественная обработка или специально непонятно ну нормальный аппарат для наших боевого жесткого оффроуда для витя это просто находка реально это ему макс нашел как и мне арбатый короче макс по по находкам да что вам сказать витя продолжает пылесосить продолжает кто спрашивал где макс сейчас покажу но он не все время здесь но сегодня он приехал к нам вот его витта днепровскими номерами где-то он тут сам меняет подушку коробки и втулки стабилизатора где он внутри фолловеры говорю спрашивают где макс я говорю да тут он есть то не переживают это вот такой заезд у вити на территорию действительно правду говорил право вот ежедневный посмотрите что тут под капотом это просто въезд на территорию мы поехали по лайту а есть хард еще с другой стороны мы ехали на оффроуд субботу и показывали этот маршрут там не очень видно но вот по посаду видно посреди на колеса на в общем жестяк макс все делает быстро раз раз только купил уже уже почти все поменял слышишь витя показал фолловером что у тебя каждый день оффроуд и глядя под капотом их посад как выглядит это жесть вообще это что тут летаешь каждый день до каждый день оффроуд что там чуть-чуть нестыковка небольшая подчинился хорошо тебя ноги крепкие высокие ну ничего сейчас вернется где-то я же варю слышишь и мы еще с максом тогда говорили тут если уменьшить вот вместо вот этого шуи-то швеллер у нас какой-то сотый блин вместо сотого швеллера легенькую трубу аккуратненькую поставить ну какую ну толстостенную но трубу она будет легче раза блин в три наверно я вообще говорю просто уменьшить вес этой машины где-то на на полтонны на тонну да у кстати надо сейчас это сделать но ну скажи ну 2 не там вот и чё знаешь сколько одни давай кто ближе будет ты говоришь 2 до 2 а я говорю а я тебе говорю 2 тонны 300 и я я буду почти почти у хотя будет больше да хотя будет больше но я страхуюсь говорю меньше стекло новое ну сейчас мы взвесим с новым стеклом стекло новое а слышишь так хорош хорош мыть хорош мыть потому что сейчас вес будет маленький давай и отборники поставил но так а что подошли ну нет я чуть-чуть там на козлячу подошли как чуть-чуть на козлячу ну работают нормально да да не заскакивают на резинке нет я смотрю абсолютно новую купил эй так я тут не влезу слышишь я в столовой да вместо тебя сегодня включать еханый бабай так они так новыми не работали ты делаешь все лучше и лучше ой костику надо чаще тебе хотя бы раз два месяца хотя бы давайте загонять загонять да а можешь включить подогрев заднего сиденья что-то мерзнет у меня какой то не не надо давай мы же едем просто взвешивать навстречу еще тепловоз блин может ехать я кстати папа light уехал только что здесь по этому маршруту но туда одних не не решился и ныряет что-то случилось со второй передачкой плохо включается может масло надо уровень проверить потому что может там блин это просто участники врачи работает огонь да мой я не только что офигел когда он завелся он простоял я сейчас его заведу этот подсос мою подсосик убрал них ли нас я никогда не видел его т.п. всю жизнь проработал обычно туда качает подкачай да не но нормально работает надо просто беречь его просто так заезжаем на весы вот пошли вот этот знаменательный момент слой были на протяжении нескольких лет а выпусти меня не открывается не открывается дверь снаружи открывается ну в азии это нормально пор жест вот насчет того сколько стоит подписчики смотрят не поймать сколько он весит я говорю дверь он говорит 2 300 но но кто угадал табло люди ну бомби не ну кто ближе у нас же ближе я ближе правильно 7 килограмм как 2 300 вот так вот это сейчас скажут постанова сейчас скажут постанова ни хрена себе но я-то знаю просто что сколько он весит ну в смысле глаз намет он просто 400 отжиманий я выиграл ты понимаешь что с него можно снять с него можно скинуть перед полтонны просто вот так до 1 представляете я это было на глаз сказано ну чисто визуально ну я просто взвешиваю чуть не убился короче я просто понял взвешивал когда свой гранчероки взвесил и точно такая же цифра была ты понимаешь гранчероки так колеса очень тяжелые колеса но колеса на по 320 килограмм 4 колеса больше даже навести не по 880 килограмм они по 50 их сам подымал да ну да ну по 50 сейчас у макса спросим он точно знает не и 200 300 они точно весят эти колеса блин не блина себе участие понимаю что одеваешь то есть вот четыре колеса снимаешь минус 3 не менее 4 колеса крышу бампера всякую эту мишеру не нужны колен кажется надо оставлять не я не про то что я просто про вес говорю понятно что колеса я сама ловно подтянуть его там очень очень тяжелая крыша макс говорит там реально килограмм 200 весит крыша только если подтянуть его кто не 600 600 сложно подтянуть ну скажем кто не 700 800 то не 800 то я тебе скажу 400 килограмм ты представляешь это две двухсот литровые бочки полная полная и соляр полная еще одна 100 литровая это жесть вообще очень тяжелая машина вот мы по харду сейчас пойдем до у макса же еще полный это пустой багажник вообще ничего не до салоне у салона полтора литра воды только вот мы ашина тут не полтора тут меньше короче а у макса полный багажник это еще плюс 100 минимум 100 гг да всегда и он сажал постоянно сюда по 8 людей как мы вообще ездили не представляю да да очень а ты тогда когда в нескучном помнишь этот момент когда чуть не перевернул его блин на день рождения тоже людей полный у вас был так вот хард такой хард сегодня нормальный их дар ты палать хард хард такой бетоне да короче мне надо моего дядю сейчас по танковой прокатку я не знаю какому машину затащить понимаешь ты видишь он боится надо сейчас какую-то табуретку да и все же ну подставка шу нету там ничего колесо к это подкинуть блин чтоб ступенька была да и все да поедем на танковую сейчас снег пролетает елки палки 7 апреля хороший день я помню четко день рождения ленина 22 апреля и шел снег это где-то лет 10 назад выпало так но немного но сам факт что конец апреля был и шел снег и даже немножко покрыл землю макс сколько ты думаешь весит твоя машина ну твой твоя версия но ты ближе чем витя тоже ты ближе чем витя ты представляешь я вроде сам взвесил я не помню кто три тонны я сказал сегодня 2300 и 2300 они но тяж был багажник загружен просто с багажником и с пилотом как раз я правильно то не дофига они лебедку хотя бы крышу бампера там такое пороги так макс тут говорит сейчас у вас за меньше вес чем стоковый патрол ну типа типа да наверное то там же шрама в том патруле весит там все весит надо кстати криса патрол починиться и надо будет загнать взвесить тоже а и мой надо взвесить будет интересно он тут рядом то блин там сцепления нету мы сейчас не взвесим ну потом взвесим а и главную звезду взвесить можем ну кто к шум и только что хотели чинить тихо это секретная информация зима реально начиналась вы посмотрите снег четкий идет уже в общем такие вот дела друзья подписывайтесь на канал включайте колокольчик лайки поставите кому понравилось наше видео ну тот вас я думаю скоро мы увидим в оффроуде ну не увидим сто процентов но этот поедет хозяина уже не сегодня завтра все витя оживил починил а многие спрашивали что он как назад оказался что ведь от купил нет просто были проблемы был оторван поворотный кулак рулевая тяга согнута рессора в бублик рама была согнута тут тоже ровняли усилили чем это все витя восстановил ну это здраве мы делали в субботу кто не знает почему он был у нас все вычинили все что поломали там глушитель по мелочам все восстановили поедет хозяину обратно в общем всем до встречи пока